Победа над тяжелой семейной кармой. Что значит тяжелая семейная карма? Это значит, что через личную жизнь приходит страдание. У всех людей через личную жизнь приходит страдание. У всех до одного человека. Некоторые думают, да у меня не приходит через личную жизнь страдание. Это тоже бывает, но в основном, если люди живут максимум 5 лет вместе, это значит, что еще не пришло время страдать через личную жизнь. Когда страдание через личную жизнь приходит? Когда люди живут достаточно долго? Раз. Когда рождаются дети? Потому что дети, они еще больше закручивают карму. То есть дети сначала приносят много счастья в семью, и лет через 5-6-7, когда ребенок подрастает, начинаются трудности в семье. Более глубокие трудности, вскрываются более глубокие проблемы в семье, нежели до рождения детей. Это тоже испытание, которое нужно проходить. Тяжелая семейная карма не означает, что есть трудности в семье. Тяжелая семейная карма означает, что эти трудности невыносимые. Очень трудные трудности. Трудности, которые невозможно терпеть. Есть такая вещь, как притяжение близким человеком или привязанность. Это привязанность заставляет терпеть трудности в отношениях. Хотя по факту в этом нет необходимости. Например, если с близким отношением, человеком отношение портится в силу судьбы. Например, бывает у человека длительная депрессия, или длительная раздражительность, или какое-то еще тяжелое состояние, которое очень трудно переносимым. В этом случае нет необходимости терпеть. Если вы чувствуете, вы не справляетесь, не можете это чуть терпеть, то нужна дистанция. Например, бывают такие периоды, когда половые отношения их непереносимость развивают или у мужчины, или у женщины. Тогда нужно прекратить половые отношения. Если их продолжать, то будет еще хуже. Нужно просто, например, договориться, прекратить эти отношения. По-доброму пытаться уговорить близкого человека. Если он не уговаривается, продолжает договориться, чтобы он понял. Потому что чем больше наслаждений человек от чего-то испытывает, тем тяжелее ему понять, что этого не надо делать. Понятно, да? Нужны усилия в этом направлении. Если трудности от беседы, от разговора на какую-то проблему, значит, надо договориться, что мы это не обсуждаем совсем. Если трудности от того, что мы рядом находимся, значит, тогда надо находиться не рядом. Надо просто жить чуть-чуть раздельно. Часто люди думают, что если мы живем раздельно, значит, мы разошлись. Близкие люди могут жить вместе и могут жить раздельно. От этого никакой измены нет. Главное, чтобы договориться, что мы ни на кого не смотрим, ни с тем не встречаемся, ни с тем не гуляем. Вероятность того, что мы близкий человек изменят, когда дистанция больше, увеличивается. Но это лучше, чем разрушить отношения рядом друг с другом, когда тяжелая смена карма. Бывает, что отношения просто невыносимы и нельзя дальше находиться рядом. В это время нужно просто иметь дистанцию. Дистанция означает меньше близких отношений. Это может выражаться даже в том, что мы же игроки вместе в одной квартире, но меньше близких отношений. Дистанция также означает увеличение внутренних отношений. Надо к сердцу стучаться к человечеству. К сердцу близкого человека надо стучаться. С помощью молитвы нужно вспоминать близкого человека во время молитвы, желать ему счастья, прощать, просить прощения. И такая практика должна быть в потребности человека. Нужно обязательно этим заниматься каждый день, хотя сама идея это делает для многих абсолютно невыполнима. Многие люди, если они хотят установить отношения, они всегда идут, пытаются общаться с человеком. И еще больше портрет этим нужно. Общаться с близким человеком надо, когда уже в сердце установлена связь. Вот допустим, у кого сейчас из вас очень тяжело общаться с близким человеком? А Димитин? Вам, да? Вам что хочется сейчас? Хочется пройти и ему объяснить что-то, да? Да, объяснила. Уже объяснила сегодня, да? Что получилось? Плохо? Плохо получилось. Смотрите, вам надо сейчас сесть, вспомнить его, и начать ему желать счастья, прощать его. Попробуйте сейчас. Видите, у вас не получается, да? Потому что у вас нет контакта, у вас отталкивающая сила между вами в сердце. Поэтому вы должны вспомнить какого-то святого человека или святость. У вас есть что-то святое в жизни? Надо вспомнить. Надо вспомнить. Вспоминайте. И теперь думайте о близком человеке. Веря в святость, веря в эту святость. Видите, у вас сердце легче становится. Чувствуете? Теперь открывайте глаза, я не больше скажу. Знаете, что проблема только в том, что энергия любви, которую вы хотите от него получить, сейчас между вами невозможна. Над этой энергией нужно трудиться. И трудиться с помощью своей духовной жизни. Иногда само собой энергия любви возникает в отношениях между мужчиной и женщиной. А иногда само собой не возникает, а наоборот уменьшается. И у вас сейчас уменьшается, еще полгода будет уменьшаться. И вы можете любые причины к этому предъявлять. Предъявлять. И понапрасну не надо, Разные причины не надо, Нам искать, конечно, не надо. Нет, и все равно, нет, и все равно, нет, и все равно. Любовь одна виновата, Только лишь она виновата. Только лишь она виновата, То-то и оно, то-то и оно. Углотать энергии любви. Вы можете как угодно сейчас на него злиться, обижаться. Просто между вами нет энергии любви сейчас. И это означает, что вы должны учиться любить правильно. Теперь учиться любить правильно. Учиться прощать, обещать прощение, вкладывать в близкого человека. Эта деятельность, она, на первый взгляд, кажется такой, знаете, неблагодарной. Неблагодарная. Чего это я должна сейчас к нему вкладывать? А он меня и вкладывает, как такое. Вот в этом и заключается наша корысть. И это в этом и заключается наш грех в жизни. Нужно вспоминать святого человека и прощать, просить прощения близкого человека. И постепенно вы почувствуете, что у вас все получается. У него сейчас тоже стена по отношению к вам. Он сопротивляется вам, потому что почувствовал боль. Много боли почувствуем. Да, он у него сейчас такой. Я вижу этого человека. Вы не знаете сейчас его. Когда люди горе испытывают друг от друга, они друг друга перестают узнавать. Знать. Например, вы знаете этого человека как очень доброго человека. Это качество его души, он добрый. Но вот сейчас вы об этом не знаете. Вы забыли. Видите, что он такой, что вы сказали о фигу. Думаете, что он такой, а не такой. Когда человек испытывает боль, когда не хватает людей, он такой же становится. Любой человек становится плохим. Но если вы думаете о святости, вы вспомните его правильно. Какой он есть. Потому что я, видите, я подумал о святости, увидел его как доброго человека. Он пунктуальный такой добрый человек. Порядочный человек. Так? Естественно? Да, не слишком согласен. Я ошибся в этом. Это вы порядочный человек. Или вот это сердце вам смотрит. Ну, добрый, культурный человек. Сердечный такой человек. А вы очень порядочный человек. А вы очень порядочный человек. Оптимистичный. Легко прощаете и как бы, да, и верите в лучшее всегда. Ну, сейчас вы поймете эту струну. Поэтому эти все качества у вас не присутствуют. В это время нужно подальше не выяснять друг другу отношения и победить отношения в сердце. Вспомнить то, что я сказал им. Вспомнить, как самое главное, к чему мы устремились в отношении. Что является наградой для вас. Думать о святости. Желать счастья человеку. Упрощать, просить прощения. Проблема заключается только в том, что вы сейчас даете экзамен. Возможно, между вами нет энергии любви, и вы требуете от него этой любви, а у него нет. Энергия любви не является принадлежностью к человеку. Человек нуждается в энергии любви. И ошибка всех людей заключается в том, что мы верим, что мой близкий человек будет всегда мне дарить энергию любви. Энергия любви дарит только святость, только Бог. Святые руки, святые источники. Все это проводники энергии Бога. Они настраивают нас на Бога. Вера назначает связь с Богом. Если вы настроены на святость, то вы получаете энергию любви, необходимую для победы над трудностями в личной жизни. Когда эта победа происходит, между вами опять ниточка, создается ниточка чистоты и веры. И вам становится легче жить, несмотря на трудности. Это означает, что вы свои экзамены сдали. Это я для всех говорил. Это общая ситуация, когда возникают трудности, надо вот так настроиться на святость, и думать хорошо, пытаться о близком человеке, хотя это очень трудно в этом время сделать. Это труд, потому что мы не верим на самом деле. Когда наступают такие трудности, мы не верим в близкого человека. Мы считаем, что он меня предал, что он не такой, как я думала или думал, она не такая, как я думал. Понимаете? У нас сомнения в любви, мы не доверяем близкому человеку, и в это время нужно трудиться над отношениями. Продолжение следует... Наши господа...